добрый день сегодня 26 июля 2024 год короткое хочу сделать видео сравнение китайца которые уже прищипнуты и там нас немножко есть голландский гибрид все уже знаете pink айди но я думаю что любой практически голландский гибрид будет также отличаться от тех китайских беда которые привозят в россию в россии привозят наименее дешевые чтобы разница была в цене и люди за счет цены покупали эти семена возможно есть китайская селекция сильная но я ее пока не наблюдал еще хотел сказать недавно выкладывал видео с теплицы где клещом был поражен огурец еще раз всем вам говорю что не все теплицы я не всеми теплицами я занимаюсь вот в этой теплице я пишу все растворы есть теплицы где я просто приезжаю там по семенам по еще каким-то вопросам вот и там есть свои агрономы вот там где было поражение клещом там свой агроном свой специалист вот действительно растение все больше и больше повреждались они решили что уже ну хватит конец оборота и запустили видео было сделано для этого чтобы понимали вы же как работать чем работать чтобы не доводить до этого на этом я думаю все переходим китайцу значит смотрите во первых растение менее облиственная она выглядит слабее слабее прикрывает плоды из-за чего у нас на плодах бывают вот такие вот моменты сблются да вот так вот бывают пятна у нас зелененький сбоку то есть он окрашивается вот как вот здесь допустим видно окрашивается не так хорошо трескается очень сильно томат хотя поливаем везде все одинаково стараемся выбирать где-то что-то посередине но смотрите сколько томата здесь потрескалось полив у нас сейчас снизился минимально практически до одного литра если нужно вечером включаем небольшой полив ну вот вот так он выглядит кисти вроде бы хорошие нагрузка хорошая но любой крупный томат он нас уже растрескивается причем растрескивается после сбора моментально начинает течь верхние кисти завязались неплохо но они у нас к сожалению не будут хорошего размера но и форма тоже отличается у китайца и голландца и вот здесь у нас я думаю даже вы сами видите где граница поэтому ее видно до границу очень хорошо вот с правой стороны у нас китаец слева начинается голландский пинкойди на пинкойди у нас растрескивание практически нет вообще томат эластичный плоды крупнее цвет у него более насыщенный закрывает он он более облиственный лист темнее все это на одном и том же питание еще раз говорю стараемся могла быть ситуация даже лучше но мы стараемся так как есть китайца больше в этой теплице именно ему больше внимания уделить чтобы те плоды которые собираются максимально товарные плоды получить там вот поэтому здесь могли бы больше накачать пинкойди но мы этого не делаем потому что там уже идет трещание трескается томат в принципе наверное там все есть какие-то вопросы и хотел еще сказать вам такую вещь если вам интересно видео где случаются какие-то проблемы не знаю там связаны они либо с насекомыми либо с грибковыми заболеваниями либо с бактериальными заболеваниями или же какими-то повреждениями нас опять китаец пошел повреждениями связанными там с погодными условиями и как мы из этого выходим вы напишите мне казалось просто что ну достаточно некрасиво все это выглядит и вы уже все знаете как решать эти вопросы но если там то интересно я буду делать такие видео и показывать где все плохо и как из этого выходить потому что было видео про томат в прошлом по моему году когда была убитая рассада это же видео набрал там почти 200 тысяч просмотров за очень короткое время за короткое время видео про клеща набрала там тоже много просмотров пишите что вам интереснее но я буду стараться на реагировать на ваш запрос и снимать извиняйте сразу за то что если не отвечаю кому-то сразу ну много работы стараюсь по времени во возможности всем вам ответить хорошего дня и хороших урожая вам